приветствую вас уважаемые друзья на нашем канале new technology с вами как всегда юля и сегодня свой обзор я посвящу очередной новинке из китая которая рассчитана на пользователей и желающих иметь сравнительно недорогой но при этом стильный и мощный смартфон именно таким устройством является мой сегодняшний гость в его айки о 3 о котором я дальше буду говорить более подробно напомню что эта линейка представляет собой игровое решение за счет мощного железа с хорошей системой теплоотведения программными плюшками для игр а также позволяет наслаждаться экстремальными игровыми процессами при серьезной поддержке games ps3 могу сказать что аппарат стоит вашего внимания и заслуживает потраченного времени на просмотр данного обзора начну уважаемые друзья с первой фишки этого смартфона это его основная камера которая состоит из четырех датчиков первый из которых это датчик sony amx 582 на 48 мегапикселей с размером пикселя 0,8 микрон и с возможностью увеличения его до 1,6 микрон апертура f1 79 сотых автофокусом и размером сенсора 1 к 2 дюймам второй сверхширокоугольный датчик на 13 мегапикселей с размером пикселя 1 микрон автофокусом апертура f2 и 2 фокусным расстоянием 16 миллиметров и углом обзора 120 градусов третий телефото объектив также на 13 мегапикселей с фокусным расстоянием 50 миллиметров апертура f2 и 46 сотых имеет двукратный и двадцатикратный гибридный зум и последний четвертый модуль на 2 мегапикселя с апертурой f2 и 4 предназначен для макросъемки с расстояние всего 2 и 5 сантиметра есть режим автофокуса с отслеживанием глаз режим супер ночь 3 версии улучшенный hdr и улучшенный алгоритм электронной стабилизации также присутствует режим портрет панорама динамическое фото замедленное движение короткие кинематографические ролики режим про аэр стикеры эффекты студийного освещения и функции искусственного интеллекта для распознавания сцены съемки максимальная запись видео будет в 4к разрешением что касается фронтальной камеры уважаемые друзья то она имеет матрицу от samsung врезана в правый угол экрана и имеет разрешение 16 мегапикселей с апертурой f2 и 45 сотых размером пикселя 1 микрон и размером датчика 1 к 3 1 дюйма есть фиксированный фокус режим сэлфи супер ночь новый режим master pro также режим фэйс бюджи на основе искусственного интеллекта портрет с эффектами студийного освещения и еще один режим сэлфи лайтинг который компенсирует недостаточный уровень освещенности в момент сэлфи и работает с помощью экранной вспышки практически всю лицевую панель уважаемые друзья занял большой 6 и 44 сотых дюймовый супер амолед экран изготовленный из современных люминесцентных материалов е3 с разрешением full hd плюс 2400 на 1080 точек что сформирует плотность пикселей в пределах 409 на дюйм защищен экран 2 и 5 дистеклом gorilla glass и занимает 91,4 процента площади всей лицевой панели аппарата имеет соотношение сторон 29 яркость 1200 нит контрастность 2 миллиона к одному цветовая гамма самого экрана dc ip3 составит все 100 процентов а цветовой охват ntsi будет приличный 105 процентов но и упомяну еще что сам дисплей будет иметь частоту обновления 60 герц а отклик самого сенсора будет 180 герц режим eagle eye view улучшает динамический диапазон контрастность и четкость детали также благодаря функции always on display не расходуется много энергии и в его айкью 3 получил встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и как не упомянуть функцию разблокировки смартфона по лицу пользователя в их face здесь же на экране помимо салфи камеры находится динамик и датчики приближения и освещенности сам аппарат работает под управлением операционной системы android 10 с фирменной прошивкой а кио ю ай которая обладает гибкой кастомизации и обилием разных настроек в том числе и интеллектуальных можно сделать свой уникальный пользовательский интерфейс с анимацией и интересным внешним видом присутствует и голосовой помощник и джови что касается звучание уважаемые друзья то качественное воспроизведение музыки будет достигаться присутствующим в процессоре snapdragon 865 выделенным аудио чипом и независимым набором микросхем hi-fi плюс эквалайзер с пресетами а вот стереозвучание здесь не будет в iqo 3 установлен восьмиядерный процессор snapdragon 865 который имеет 64-битную архитектуру и построен на базе 7 нанометрового технологического процесса в основе чипсета лежат ядра крио 585 самое мощное ядро с тактовой частотой 2 и 8 гигагерц 3 ядра с частотой 2 и 4 гигагерц и 4 энергоэффективных ядра с частотой 1 и 8 гигагерц за графику будет отвечать чип adreno 650 что касается охлаждение уважаемые друзья то здесь есть водяное охлаждение двойная графеновая пленка и ряд инженерных решений для правильного распределения тепла по металлическому корпусу также в iqo 3 реализованы настраиваемые сенсорные курки монстр тач с распознаванием силы нажатия что расширит возможности в играх сервис game space 3 объединит все игровые приложения в одном месте также есть специальный игровой режим для подбора оптимальных настроек isa 80 герцевый touch сенсор для мгновенного отклика в динамических играх при этом сама панель осталась на 60 герц также реализован тактильный движок 4g gameshok 3 версии позволяющий производить имитацию серии ударов таких как отдача от ружья рулевое колесо гоночное ускорение и так далее объем оперативной памяти составит 6 8 или 12 гигабайт формата lpddr5 и встроенной памяти 128 или 256 гигабайт формата и fs31 в аппарате установлен аккумулятор емкостью 4440 миллиампер часов который обеспечит среднее время автономной работы от одного полутора дней до 12 суток в режиме ожидания в 4g и до 21 часа в режиме разговора 4g волки новейшая технология в его super flat charge 2 версии увеличит максимальную мощность зарядки до 55 ватт при этом коэффициент конверсии достигает 97 процентов и через 15 минут батарея будет заполнена на 50 процентов в настройках есть режим энергосбережения позволяющий хорошо увеличить автономность за счет снижения частоты процессора и ограничения работы фоновых приложений ну а теперь уважаемые друзья поговорим немного о внешнем виде самого аппарата здесь корпус будет стеклянный при этом плавный переход и обтекаемый дизайн делают экран среднюю раму и заднюю крышку почти бесшовными на тыльной стороне можно увидеть вертикально расположенный блок с тремя камерами и вспышкой над этими камерами а правее еще одна камера для макросъемки на правой грани по краям смартфона есть две сенсорные кнопки триггеры с веброоткликом названные производители monster touch они могут быть использованы в некоторых играх а их зажатие активирует monster mode при котором чипсет стабильно выдает все сто процентов своей мощности на левую грань вынесли качельку регулировки громкости клавиши питания на правой грани находится кнопка вызова умного ассистента на нижнем торце находится разъем usb type-c с поддержкой отече основной динамик микрофон и слот по 2 наносим при этом за карту памяти можно забыть на верхний торец вынесли 3 5 миллиметровый разъем для подключения наушников и еще один микрофон в антуту сам аппарат набрал приличные пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят два балла беспроводная связь представлена сетями 2g 3g 4g lte 5g беспроводные интерфейсы это вай фай 802 11 технология нет ком 5g и bluetooth 5 версии также присутствует и модуль nfc само устройство определяет координаты по спутникам gps и gps глонас байду в комплект поставки входят сам телефон силиконовый чехол защитная пленка адаптер питания кабель скрепка для открытия лотка сим-карт тех документация и проводная гарнитура ну а теперь уважаемые друзья посмотрим на стоимость этого аппарата ну что уважаемые друзья подведем итог что же мы имеем за эту стоимость а имеем мы топовый набор из процессора snapdragon 865 и оперативной памяти lpddr5 с набором фичи для гейминга хорошим охлаждением и добротной поддержкой сетей сюда можно прибавить еще четыре не слабые камеры на тыльной стороне и 1 салфи камера спереди также можно отметить большой экран с хорошим разрешением наличие модуль nfc и хорошую емкость батареи так что смотрим и определяемся все доступные ссылки на продажу этого аппарата мы разместим в описании под этим видео но я заканчиваю свой обзор и говорю уважаемые друзья я не прощаюсь с вами не уходите с нашего канала и тех кто еще не подписался обязательно подпишитесь не забыв нажать на колокольчик чтобы одним из первых получать новое видео с нашего канала также комментируйте и ставьте лайки всем отличного весеннего настроения с была юля и канал new technology всем пока пока